Сады Селинги Предприятие создали в этом году. Оно объединяет 46 садоводов, фермеров и просто землевладельцев. Их цель – восстановить сады родного края. Ранее наш совхоз собирал более 500 тонн ягод облепихи, снабжала вся республика и вся Россия в путь до Германии. Больше 20 лет супруги Наталья и Анатолий возрождают богатство от Сульской земли. Дело хлопотное и затратное, но государственные субсидии помогают держаться на плаву. Федеральный закон 178, который субсидируется за окладку и уход многолетних насаждений. Мы этой программой пользуемся, Минсельхоз нас поддерживает. Государство возвращает 80% от затрат наших. Эти 10 гектаров саженцев облепихи посадили еще в 2018 году. В среднем плоды они начинают давать через 4-5 лет. Но, как мы видим, некоторые из них уже начали плодоносить. Прямо сейчас мы попробуем только что сорванную ягодку облепихи. Боже, какая она кислая. Кислая, но такая полезная. Чего только не делают из этой ягоды. Сироп, джем, масло и многое другое. Рассказывайте, что за красота у вас такая здесь? Ну, вот это наша благодатная Цульская земля. Это мы уже выращиваем сами календулу, мяту, ромашку аптечную. То есть у нас есть свой сад. Вот хлебцы с использованием не обычного растительного масла, а масла облепихового. Очень полезный вид у них, красивый. Глава Бурятии с рабочей поездкой в Селингинский район встретился с этими фермерами и попробовал их продукцию. Во время радушного приема жители Темника попросили главу Бурятии решить вопрос с дорогами. Дорога от трассы до нашего поселка 8 километров. Дорога очень сложная, поэтому много проблем из-за этого. Еще одна просьба коснулась соседнего села, а именно от Сульской школы. Местные спортсменки активно занимаются футболом. Их знают далеко за пределами республики. Три года назад они победили в международном турнире в Китае. Тренироваться чемпионкам приходится на этой открытой площадке из-за отсутствия школьного спортзала. Мы хотим, чтобы у нас был спортзал, так как мы зимой играем на улице, в эти манчевые куртки, носки и идем играть. Строительство дороги и спортзала реализует по нацпроекту комплексное развитие сельских поселений. Для этого необходимы два основных условия. Это наличие ПСД и госэкспертизы, и второе – наличие небюджетных источников финансирования. Если построить наш спортзал, то мы обещаем, что мы будем занимать первые места не только в Бурятии, по всей России и даже за границей. Алтана Мункуева, Жаргал Ирдынеев, телекомпании АТВ. Из Селингинского района. Продолжение следует...